честно я хрен знает как это назвать война с руководством из опера техники хочу сказать что закручивают гайки романтика приветствую с вами ваня романтик сейчас суббота 6 апреля раннее утро кто-то только приехал с тусовки кто-то едет на работу ну а я приехал в крюково вы спросите нахрена я вам отвечу чуть позже на этот вопрос я уже сказал то что сегодня 6 апреля а это значит что мы посетим охрененное дерби и это не спартак csk как вы могли подумать оставим это для остальных блогеров для настоящих курманов я буду освещать матч суперкубка москвы где встретиться зеленоград и росич сейчас я в зеленограде и я иду встречаться с одним из фанатов зеленограда его зовут саша осталось его найти увидимся позже вот ей на месте решаем небольшие организационные вопросы и двигаем в сторону строгино где сегодня будет футбол под организационными моментами я подразумевал естественно сбор пацанов которые поедут и зеленограду строгино и я как самый последний ван романтик забыл поставить телефон на зарядку ночью поэтому сейчас приходится его ставить в магазине пойду его и заберу на удивление в субботу просто миллион народу в автобусе ну приходится потесниться ну да мне кажется где-то человек 30 тому у нас там дедушка один ездит на рад ездить короче он везде на все матчи всех игроков знает такой осень будет но он вот растрогино тоже такой парни молодцы что приехали пошел каждому руку пожал но тут человек из трагина вверх у нас нет вот скажу нас сама команда игроки строгино с вами подбирают на дачах на общественном транспорте дорога в автобусе заняла примерно час вот мы около метро пятницкое шоссе ждем остальных и двигаем уже в строгино сейчас наверное немножко пообщаемся с они саня ты в очках будешь общаться давай одевай это александр один из лидеров движа в зеленограде саш давай пару вопросов пока мы остальных ждем расскажи расскажи вообще как зарождалась движуха в зеленограде как давно это было какой год клуб нас основался в 2002 году и как бы заявился в 2003 мы в то время был как бы вообще резонанс у нас были полные трибуны нас но было тогда конечно круто там бледные постоянно кита замеса с полицией там бегали по лесу от них это было весело это была молодость как бы и после этого как-то все развивалось развивалась развивалась особенно к зеленоград попал во вторую лигу нас выезжало много нас на первый выезд выехала порядка 150 тысячей в нарофаминский тогда это во второй лиге на в нашей зоне это был самый такой грандиозные события самый такой массовый выезд вообще всей второй лиги нашей спустя какое-то время произошла война с руководством за пиротехники за все вот это движухи и фанате стала прям в разы меньше потому что постоянный принимал ментов и так далее то есть там войну с клубом и акабами мы чуть-чуть проиграли как продолжили гонять на единицы уже спустя какое-то время там вообще движ помер сейчас будем возрождать пытаемся зародить есть заинтересованные люди милости просим зеленоград мы пообщаемся еще дальше я думаю уже ближе к стадиону и вы увидите все что подготовили пацаны зеленограда будет круто какие ставки на игру я надеюсь мы заберем суперкубок здесь кажется непредсказуемо но зелик в этом году для парней матч за суперкубок это открытие сезона а что за открытие сезона без прохода к стадиону важное событие и а а а Забирает нас, громче, громче заряжай фанат Крейнбаль, Крейнбаль, садить на ГРАН Все Ленинградцы! Все Ленинградцы! Все Ленинградцы! Все Ленинградцы! Все Ленинградцы! вот такой вот проход кому понравилось ставьте лайки пишите комментарии обязательно ну а мы двигаемся на футбол сюда я попал по аккредитации который получил в московской федерации футбола честно толку от нее немного потому что вход и во первых был свободных во вторых я спросил начальника по безопасности здесь где можно мне находиться и он сказал находиться можно только вот этими ограничениями то есть к поле не пройти и в принципе на хрена эта аккредитация тогда мне нужна я собственно не понял ну да ладно до футбола 10 минут сейчас идем снимать сектора пусть так много проблем но меня колышет лишь бит и что мне твой новый и вент что мне твой репост и ретвит целый мир моей голове с этим миром ходит конфликт посмотрела что я один я не самый модный на вид матч начался отличный для 4 дивизиона получается по счету перформанса дельнограда я наконец-то намутился манишку вот такую модную кстати начальник по безопасности ерунду сказал то что нельзя ходить все нормально все можно поэтому будем радовать вас разными ракурсами матча и побежим сейчас к сектору росича посмотрим что у них вот так вот выглядит фанатский сектор росича довольно неплохая баннерная линия что и у зеленограда так и у росича на поле пока идет так скажем присматривание друг другу и счет пока по нулям идет 10 минута снимаем дальше будучи на секторе например локомотива наверное у фанатов кровь из ушей пойдет когда они услышат что мы хотим во вторую лигу ну а здесь это довольно таки актуально надеюсь в зеленоград накопит денег и заявится когда-нибудь туда снова кстати и футбольные команды которые сегодня встречаются и стадион они практически все ровесники так в 2000 году появился росич который возродили в 2002 году появился зеленоград ну а стадион открыли в 2003 году обозри пивас светлая и темная эль пшеничка нефильтрованная балтийский портер или стаут сегодня в рубике обозри пивас крафт от очакова сейчас будем пробовать пиво называется агент шоколадов но стал там вообще не пахнет как обычная темная но такое себе романтика если ты знаешь что вот это за неведомая штука треугольная пожалуйста напиши мне в комментарии расширь мой кругозор фанаты зеленограда зарядили русские вперед блин это было наверное всем слышно фанаты росича почему-то не поддержали данную кричалку и ну и за это зеленоград прям сразу же забил спорный гол гол я не видел но споры идут до сих пор прошло уже минут пять у вас много возникнут вопрос почему на секторе зеленограда висит баннер какого-то спутника все очень просто раньше еще советское время футбольная команда и зеленограда так и называлась футбольный клуб спутник а сейчас так называется спортшкола в данном городе ответ не заставил себя долго ждать росич сравнял счет буквально через 15 минут ну а тем временем кстати первый тайм практически подошел концу уже сороковая минута нельзя не отметить что росич к концу первого тайма конкретно поджал зеленоград я не удивлюсь если они смогут забить еще гол а может быть даже не один это желтая да это желтая это желтая как бы не смущались фанаты росича йома это красная ребята я даже не заметил что это вторая желтая до 2 желтая последовало удаление и опасный штрафной но зеленоград не смог воспользоваться шансом счет остается прежним 1 1 перерыве мы заранее договаривались пообщаться сергеем сергей то фанат росича еще раз привет как давно зародилась фан движения у вас в городе фанатского движения в московске уже около 15 лет зародился над фанатами переделки на солнцево и московского посещали выезда мы тогда играли еще на москву я пришел сам на сектор уже в 2008 2009 году и вот до сих пор ездим уже активно не пропуская ни одного матча какие планы на этот сезон сезон только начинается может быть что-то уже есть задумках ну самое главное наверно подтягивать народ больше потому что очень проблемно как бы по москве начало матчей будни очень рано как бы вот это самое трудное из этого плавного вытекающий вопрос чтобы народ приходил на трибуны в чем преимущество высших лиг на которые все ходят все смотрят по телеку от любительских лиг я думаю что в плане свободы здесь как-то пока попроще но хочу сказать что закручивают гайки все равно и уже здесь запрещают и выписывают штрафы огромные поэтому пока если это как бы преимущество самое главное какой результат сегодня будет по твоему мнению окей я тебя понял спасибо большое посоветуй что-нибудь точнее даже не посоветуй пожелать что-нибудь зрителям которые увидят этот блок ну наверное банально гоняйте за свои клубы со своих городов это правильно второй тайм самом разгаре счет по крайней мере пока что прежний посмотрим кто же все-таки увезет собой супер кубок домой зеленоград или московский 10 минут сначала второго тайма потребовалось зеленограду чтобы снова выйти вперед 21 вот это поворот после пропущенного мяча росич побежал отыгрываться и в принципе был близок к этому но одна атака как всегда все решила и зеленоград забивает 3 31 идет 63 минута я думаю росичу будет довольно таки тяжело отыграться это серьезная заявка на победу всем коллегам по цеху а именно с китайцем всей русской команде естественно travel beer футбол ребята всем привет и зря вы выбрали сегодня другой футбол почему-то среди зрителей самый популярный ответ кто кого зеленоград или росич является спартак не знаю к чему бы это если в первом тайме судейство было довольно таки спорная и судья принимал решение в пользу зеленограда то во втором тайме пока что наоборот росич забивает 2 после нападения мне кажется на вратаря но этот момент видел но не успел заснять мне кажется так и было счет 2-3 в пользу зеленограда росич отыгрывает один гол честно я хрен знает как это назвать наверное кармой вот я только что стоял за теми воротами куда зеленоград забил четвертый гол подумав о том что надо дойти наоборот до ворот зеленограда потому что больше росич атакует и вроде бы надо забивать но контратака и зеленоград забивает четвертый я его естественно не заснял а это 43 а время еще осталось еще шесть минут основного 43 ребята вот это матч и на поле очень горячо в отличие от моих рук мне вот рука вообще их не чувствую обманчивая весна блин вообще огонь с победы тебя какие эмоции давай вот прямо был жару то мы знали что мы победим и мы победили мы гнали команду весь матч вперед насколько это было возможно и как бы мы видим результат мы забрали супер кубок москвы среди лфк как бы это круто у нас еще один кубок а у нас вообще есть такой тихий план короче мы хотим и вы меня камера села погоди одна камера села но 2 я надеюсь не сядет еще расскажи какие планы на сезон у нас планы на сезон популяризировать футбол зеленограде собрать не такой сектора как бы полностью забитый найти спонсоров для клуба и вывести клуб во вторую лигу потому что без спонсоров это невозможно я надеюсь все удастся и последнее скажи что-нибудь зрителям который увидит этот влог парни приглашайте ваню крутой чувак позитивно мы всем круто провели этот день вообще спасибо что приехал что осветил смотрите этот канал я смотрю и вам рекомендую ребят сокрота ваня красавчик спасибо большое именно таким с моей точки зрения и получился этот супер кубок если тебе понравилось это видео ставь лайк подпишись на мой канал не забудь нажать на колокольчик чтобы не пропустить следующие выпуски естественно подпишись на меня в социальных сетях там тоже много чего интересного можно увидеть не прощаемся